Всем привет, дорогие зрители! В эфире первый модерн 2016 года, с чем я вас и поздравляю. Новый год сулит передачи некоторые изменения. Отныне узнавать о самых интересных и важных событиях из мира ММО вы будете не раз в две недели, как прежде, а каждую неделю, в пятницу вечером, да и сам формат слегка посвежает. И это здорово. А теперь к новостям. Еще когда разработчики Albion Online только-только начали заикаться о своем замечательном проекте и о том, какая в нем будет замечательная песочная свобода для всех и каждого делать что угодно, у нас возникли сомнения, что данная концепция уживется с заявленным фри-то-плеем. Потому что ММО свобода особенно сильно уязвима перед любителями нечестной игры, бытоводами, торговцами золотом и иными читерами-хакерами, а справиться с ними в условиях, когда любой гад может за пять минут бесплатно зарегистрировать аккаунт и сотворить все, что хочет, практически нереально. И в процессе стартовавшей в ноябре закрытой беты Sandbox Interactive наконец-то осознала наличие данной проблемы и разрубила ее одним волевым решением, подобно Александру Македонскому, поступившему когда-то точно так же с легендарным Гордиевым узлом. Albion Online больше не фри-то-плей. Хотя на самом деле его в игре никогда и не было. В закрытых альфах и бете принимали и принимают участие исключительно те, кто заплатил 100, 50 или 30 американских денег, а бесплатных игроков нет вовсе. И теперь уже не будет. Отчего проект никак не пострадает. По последним данным от разработчиков, уже устаревшим, набора раннего доступа приобрели более 60 тысяч человек, так что поток игроков и денег течет прилично, и зачем ей тогда любители халявы, от которых не ожидается никакой выгоды, кроме вреда. Одновременно с отменой фри-то-плея разработчики наобъявляли еще много чего радикального. Бета была официально продлена до августа 2016-го, чтобы тщательно оттестировать многочисленные изменения, запланированные в связи со сменой бизнес-модели. За это время мир Albion Online должен сильно разрастись, экономика и производство стать еще более экономическими и производительными, арсенал многократно умножится, PvP-зоны увеличатся в прямой пропорции к прочим увеличениям. А чтобы как-то упорядочить истребление игроками друг друга, было решено ввести систему преступлений и наказаний, как во многих других ММО с PvP. Список готовящихся изменений настолько велик, что перечислить их в рамках нашего дайджеста никак невозможно. Но суть всех новшеств заключается в том, чтобы превратить Albion Online в масштабную ММО, способную с честью продолжить дело Ultima Online и иных классиков жанра. Во всяком случае, на этом настаивают девелоперы, а что у них выйдет, посмотрим, когда у них что-то выйдет. Вышедшее в октябре масштабное дополнение Knights of the Fallen Empire ознаменовало возвращение Star Wars The Old Republic на круги своя, то есть назад, на путь эпических сюжетных коллизий к попыткам соблазнить поклонников классических ролевых игр BioWare. Дополнение состояло из девяти глав, раскрывавших историю Вечной Империи и последующие дрязги между ней, Ситхами и Республикой. Говорят, Пипл с радостью схавал добавку и остался ею вполне удовлетворен, поэтому разработчики собрались продолжить сюжет новыми главами. Всего их на данный момент запланировано семь, и первая, или десятая, если считать оптом, выйдет уже 11 февраля. Назвали ее Anarchy in Paradise, но разбираться, что там за анархия в раю, игрокам предстоит самостоятельно после релиза DLC. BioWare лишь сообщила, что к главному герою Knights of the Fallen Empire в десятой главе присоединится бывшая имперская агентесса, а нынче наемница, чья задача ни много ни мало уничтожить Вечную Империю. И далее все будет зависеть от пользователей, помочь ей или поступить как-нибудь иначе. Наверняка в новой главе найдется новое барахло и прочие заманчивые ценности, чтобы сполна вознаградить протагониста за его усилия, на что бы они ни были направлены. И уже точно известно, что подписчикам СВ Тор райская анархия подарит специального маунта — джетпак, выполненный в форме компаньона дроида HK55. Чтобы получить подарок, необходимо подписаться на игру не позже 1 февраля, ну или возобновить старую подписку. Те же, кто был подписчиком на 11 января 2016-го, получат еще и самого HK55 в качестве спутника. Также подписчики смогут пройти специальную главу, где им будет предоставлена возможность воплотиться в этого самого робота-ассасина. Пару-тройку месяцев назад мы как-то обмолвились, что хотя нынешнее Life is Feudal и считается официально выпущенной, но в реальности выпущена была только незначительная часть того, что запланировано. А до главного — полноценной ММО — дело пока не дошло, но обязательно дойдет. И вот в интервью с сайту Massively Overpowered начальник проекта Владимир Пескунов авторитетно заявил, что они планируют начать закрытое бета-тестирование массивно онлайновой версии уже в марте. А затем подробнее рассказал, чего пользователям следует ждать. Главное, или одно из главных отличия MMO Life is Feudal от не-ММО — это размеры игрового мира. Если сейчас на своих серверах пользователи копошатся в небольшом квадратике 3х3 километра, то потом этих квадратиков станет 49, а размерность мира вырастет до 21х21 километр. Чтобы пробежать его из конца в конец на своих двоих потребуется примерно 3 часа. Но что еще интереснее, дизайн карт в Life is Feudal таков, что мир можно беспроблемно нарастить, коли возникнет необходимость. Возникнуть же она может, если игроков расплодится великое множество, и они захватят все территории, не оставив ничего для возможных новичков. Кстати, о захвате территорий. Осуществляться он будет при помощи специального монумента. Первоначальный игрок сможет владеть примерно двумя сотками земли, и дальше, холя их и лелея, он сможет довести площадь владения до гектара. Однако главной социальной единицей в ММО-версии станут гильдии. В этом смысле Life is Feudal собирается реализовать все самые передовые достижения ММО-дизайна. Гильдии будут основывать поселения, где сконцентрируется основная хозяйственная деятельность в игре, а также торговля. Пвп наконец-то приобретет сакральный смысл и превратит обычное социальное взаимодействие в высокую политику. Гильдии смогут объявлять друг другу войны и отбирать чужие земли, хотя отбор разработчики собираются сделать многоэтапным. На первых этапах война будет вестись небольшими битвами на отдельном закрытом сервере, повторяющем рельеф местности территории, но без построек. Каждое поражение гильдии собственника будет означать уменьшение уровня владения на единицу. Когда уровень опустится до первого, владение можно будет взять в осаду, и это главное сражение пройдет уже на открытой карте с участием всех союзников, которых обе стороны привлекут. Несложно догадаться, что чем более эффективной будет политика руководства гильдии, тем больше союзников ей удастся привлечь, и большим коллективом можно отбиться от кого угодно. Что касается бизнес-модели, то она останется прежней — buy-to-play, хотя и появится магазин с косметическими товарами. Те, кто уже приобрел игру, в ММО получат один слот под персонажа. Те, кто не приобрел, смогут играть бесплатно, но на специальном острове, где все, что они построят, будет уничтожаться каждые 24 часа, оставляя лишь вещи в инвентаре и прогресс персонажа. Разумеется, это все пока планы, и только тестирование покажет, насколько они реализуемы. Но, по крайней мере, у тех, кто купил Life is Feudal ради ММО-режима, наконец-то появился конкретный ориентир и примерная дата, а значит и основание для оптимизма. ММО-изометрия у большинства западных игроков вызывает ощущение чего-то прошловекового, помоложе динозавров, но не очень. А вот у азиатских геймеров такое по-прежнему в большом почете. Они с удовольствием играют и в древнюю классику, вроде Lineage или MapleStory, и в современные игры типа Hero Wars. Последняя вышла в Корее осенью 2014-го и представляет собой сборище из сотен героев в стиле аниме, мутузящих разнообразных монстров самым изощренным и извращенным способом. Есть и PvP аренного толка, где в боях сходятся команды 4 на 4. Простой, динамичный и аддиктивный геймплей Hero Wars завоевал ей приличную аудиторию, а по-анимешному няшные герои и героини популярности поспособствовали. И не только у азиатского пипла. Хотя до сих пор европейским и американским ценителям жанра и стиля оставалось лишь в тоске завидовать корейцам, либо контрабандно проникать на тамошние серверы и ломать себе головы об иероглифы. Но скоро все изменится. Издатель игры, Кок Геймс, наконец-то нашел путь на западный рынок, о чем с радостью объявил осенью 2015-го. А в начале 2016-го открылся официальный англоязычный сайт, на котором появился официальный англоязычный трейлер. Не геймплейный, а мультяшный, демонстрирующий героев и их анимешную крутизну. Геймплейных трейлеров, впрочем, хватает на YouTube-разработчика, компании Ace Storm, и их англоязычный дефицит вряд ли большая проблема. Что касается сроков, то известно ли, что международная версия выйдет в этом году? Сведения о прочей конкретике появятся позже. Супергероическая MMORPG DC Universe Online не потрясла никаких основ и вообще не является фаворитом любителей супергероического геймплея. Однако 11 января игре стукнуло 5 лет, и раз она продержалась столько времени в живых, значит, кто-то ее любит, в нее играет и за нее расплачивается. Разработчики из Daybreak по случаю юбилея своего творчества выразили признательность всем, благодаря кому они все еще не на бирже труда, и сделали несколько громких объявлений, обещая различные молочные реки с кисельными берегами и сахарными пляжами своим супергероям. Во-первых, DCUO вслед за ПК и PlayStation 4 придет на Xbox One, случится это уже ближайшей весной. Во-вторых, гораздо раньше, начиная с 25 января, компьютерные пользователи игры наконец-то смогут играть вместе со своими друзьями-владельцами PS4. Кроссплатформенный геймплей в MMO это всегда интересно, хотя игрокам какой платформы будет интереснее, пока сказать трудно. В феврале выйдет 21 эпизод игры, почерпнувший вдохновение в грядущем телесериале Legends of Tomorrow. Игроков ждут супергерои и супергероини Девочка-Ястреб, Человек-Ястреб, Капитан Холод и Атом. В дополнение к этому в 2016 будут продолжены сюжеты для Супермена и Харли Куин, и выпущены финальные части истории Halls of Power и Amazon Fury. Интерфейс DC Universe Online скоро дополнится новым инструментарием по поиску подходящей лиги, аналог гильдии. А геймплей станет богаче на силу воды и прилагающиеся к ней способности. И разумеется, все пользователи получат юбилейные подарки. Ожидание Blade & Soul для не корейских, не китайских и не японских пользователей в январе вышло на финишную прямую, а затем ее перешло и пошло дальше. Международная версия 15 января открыла серверы игры для обладателей наборов раннего доступа, а 19 января туда ломанулись и все оставшиеся. То, над чем проливали слюни школьники пубертатного периода и ценители клубнички постарше, наконец-то свершилось. Самое сексапильное на свете MMORPG теперь обслуживает и западную аудиторию. Мы, кстати, прислушиваемся критике со стороны тех, кто считает, что Blade & Soul — это не только длинноногие красотки с вот такенными прелестями, но и весьма интересный геймплей с очень динамичной боевой системой. Поэтому добавим, что наши критики своего тоже ждали и дождались. Хотя все же далеко не все, потому что большинство их наверняка ждет релиза русской версии, а его все нет и нет. Но, согласно самым свежим новостям от бренд-менеджера Blade & Soul в России Кирилла Сушона, томиться осталось уже недолго. Закрытый бета-тест, который на самом деле открытый для всех, кто приобрел или приобретет наборы раннего доступа, обязательно стартует в первом квартале текущего года и продлится примерно месяц. А дальше практически сразу начнется релиз, так что где-то в апреле-майе русская Blade & Soul откроется для всех желающих. Также Кирилл сообщил, что серверы русской версии расположатся в Москве, вот только жителям Прибалтики на них, увы, не поиграть, ибо они, жители, считаются гражданами Европы, и их айпишники будут заблокированы. Не по злой воле Innova Systems, а исключительно по требованию NCSoft, противостоять которому нет никакой возможности. На этом у меня на сегодня все, увидимся через неделю на stopgame.ru. Чао какао!